Сегодня председатель комитета солдатских матерей Ямала Людмила Буряк вернулась из очередной поездки. В этот раз она побывала в воинской части в поселке Кряж Самарской области, которая у родителей ноябрьских призывников вызывала наибольшие нарекания, а также в учебном центре подготовки младших специалистов, расположенном в Пензе. Мы встретили Людмилу Анатольевну в аэропорту и задали ей несколько вопросов. Разговор начался с новости о том, что срочник из Муравленка самовольно покинул войсковую часть в поселке Кряж. Людмила Буряк этот факт подтверждает. Более того, говорит, что произошло это практически сразу после того, как ямальская делегация в этой самой части и побывала. А это и заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова и окружной военком Василий Чачков. На данный момент я вчера уже позвонила нашему военкому города Муравленка и выяснить, что побудило. Будем связываться сейчас с родителями и интересует, получил ли он посылку. Может быть, посылку, может быть, был какой-то звонок с дома, такой тревожный. Парень не выдержал, убежал. Конечно, в ближайшие ему дни необходимо буквально сегодня явиться. Если он сегодня не явится, как сказал командир, возбудят уголовное дело. Именно войсковая часть в поселке Кряж вызывает наибольшее количество нареканий у родителей срочников. Они говорили, что сыновья жалуются на нехватку питьевой воды, медикаментов, плохое питание и отсутствие в части банкоматов. В том, что практически все это правда, Людмила Буряк убедилась лично. То, что банкоматы, они не могут снимать денежки и покупать именно в магазинах, это да. Но вот жаловались родители, что в магазине нет воды, я не говорю за сладкую воду, а минеральной воды. Вы знаете, это не подтвердилось. Минеральная вода, спокойно можно зайти, купить. В Самаре очень слабый офицерский состав, который должны выполнять свои функции. Командир, приступив к обязанностям в сентябре месяце, только за этот период возбудил порядка 60 уголовных дел. Не только против родового состава, а против офицерского состава. А вот учебная часть в Пензе удивила приятно. В войсковой части стоит, можно попить кофе и банкомат с шоколадками. Или что во время приема пищи играет духовой оркестр. Для меня это было удивительно. То есть, часть в Пензе хорошая. В войсковые части Людмила Буряк увезла около 180 килограммов груза. Посылки из дома. Под Самарой в Пензе служат в общей сложности около 300 ямальских солдат. Общаясь с ребятами, ребята не показали, что им тяжело. То есть, старались, ну, как говорится, как они сказали, парень, мы уже адаптировались, самое трудное позади. Алексей Попов, Виталий Харченко. Новости нашего города.